Итак, прежде чем мы вновь начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Ива для Луки, глава 24 стихи, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истинной Слово Божией и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам, послание апостола Павла, глава 4 стихи, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы, как мы уже знаем, три повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате «залога». Или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда были и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два действия и остановились на исследовании третьего действия, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с облечением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам крайне необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милости Божиих, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонение в духе и истине. Мы отметили, что бытие молитвы сродни бытию Бога, ибо она всегда присутствовала и обнаруживала себя там, где пребывает Бог. Исходя из постановления Писания, познание Бога и Его воли, выраженной в Его благих замыслах и целях, возможно только через познание бытия молитвы, которое обуславливает как язык Бога, так и правовой статус общения с Богом. А посему степень познания Бога и Его воли изъявления полностью зависит от степени познания бытия молитвы, которая является языком, средством и правом общения с Богом. Именно поэтому устроение жертвенника, обуславливающего состояние сердца и мотивы поклонника Бога, а также сама жертва, приносимая на таком жертвеннике, которая обуславливала юридический правовой статус молитвы, принадлежала исключительно тем человекам, которые были обличены в правовое достоинство и статус священников. То есть жертвенник всегда представлял мотивы и цели, а жертва, приносимая на этом жертвеннике, представляла молитву на этом жертвеннике. Если жертвенник не соответствовал устроению, то есть преследовал иные мотивы, то любая жертва на таком жертвеннике, приносимой, осквернялась, если даже там были правильные слова. То есть была правильная жертва, но жертвенник был осквернен. Потому что жертва освящается от жертвенника, молитва освящается от наших мотивов, то есть от нашей цели. Что мы ищем? Волю Божию, Бога, или же то, что находится у Бога? А посему человек, облеченный в ранг и достоинство священника, это человек, облеченный в достоинство правового ходатая, которому доверено Богом юридическое право посредством правовой молитвы, которая является языком Бога и отвечает требованиям его воли приступать к Богу и входить в присутствие Бога, чтобы представлять права и интересы Бога, выраженные в воле изъявлений Бога. Одна из таких молитв Давида записана в его 142-й песне как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. Господи, услышь молитву мою, «Внимли моленью моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». То есть речь идет о ветхом человеке, живущем в теле Давида, который он унаследовал от своих родителей. Это программа царствующего греха. Это необыкновенные физические враги, потому что физические враги не могли бы втоптать в землю жизнь этого помазанника и принудить его жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а не мело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих. И погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Мы отметили, что раннее утро, которое следует сразу после темной ночи, это образ воскресения Христова, явленный в законе духа жизни, призванного освободить наши тела от закона греха и смерти, чтобы воцарить воскресение Христова в нашем земном теле и облечь наши земные тела в праведность воскресения Христова. Именно поэтому Давид говорит, рано услышь меня. То есть он понимает, что Бог может ответить ему в воскресении Иисуса Христа. А посему, чтобы Давиду, а равно и нам, рано услышать милость Бога в силе воскресения Христова, как результата данного нам Богом искупления во Христе Иисусе и через Христа Иисуса, Давиду, а равно и нам, необходимо было представить Богу некое юридическое основание или некое право, запечатленное на скрижалях нашего сердца. И таким юридическим основанием на скрижалях нашего сердца в данной молитве послужили десять уникальных в своем роде аргументов, обусловленных величественными и державными словами Бога, обращенными в обетование и заповеди, которые мы призваны приводить Богу как содержимое своего сердца. Говоря Богу, услышь меня ради Твоей истины и правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих, услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки, услышь меня, потому что я на Тебя уповаю, услышь меня ради возношения души моей к Тебе, услышь меня, потому что я к Тебе прибегаю, услышь меня, потому что Ты мой Бог, услышь меня ради Твоего имени, услышь меня ради Твоей милости, «Услышь меня потому, что я раб твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, который пребывал в сердце Давида. Это доказательство, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами и остановились на исследовании второго аргумента. Врагами – это царствующий грех, порождающий смерть. Это то, что буквально втаптывало жизнь Давида в землю. Тот, чего смущался его дух, тот, чего он унывал. Тот, чего унывают многие святые, желая избавиться от вожделений воюющих в их членах, потому что через эти вожделения дьявол постоянно угнетает их и говорит, не спасешься, такие люди в небеса не войдут. Он постоянно об этом говорит. И поэтому нам постоянно надо пометовать, не обращать на это внимания, просто не обращать на этот голос внимания, почитать себя мертвыми для греха, живыми и жить для Бога. Как говорит Писание, именно второй аргумент как раз на этом и настаивает. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, исповеданная и приведенная им молитвой. То есть одновременно на уровне царствующего греха, в теле, в духе Давида, пребывали дела Божии, совершенные в древних днях. Образ этого доказательства мы усмотрели в судном на перстнике первосвященника, который являлся предметом уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющим собою правовой эталон постоянной молитвы, с которой мы, как цари и священники Нового Завета, призваны приступать к Богу во Христе Иисусе. Этот падир или этот хитон с наперстником судным Давид постоянно носил с собою при себе. Он не находился в храме. При жизни Давида он находился постоянно рядом с Давидом. Куда бы Давид ни шел, куда бы Давид ни перемещался, когда ему необходимо было помолиться вне храма, он надевал этот хитон, и этот хитон создавал храм Божий. И он обращался к Богу, и Бог отвечал ему через Урим и Тумим. Бог слышал его, и он слышал Бога. Как мы с вами говорили, это был один из уникальнейших царей из колена Иудина, который одновременно был пророком, царем, композитором, певцом и первосвященником. Поэтому и Христос восстал из колена Иудина, будучи корнем и потомком Давида, стал первосвященником не по чину Левия, а по чину Мелхиседека, как был и Давид. Давид был первосвященником по чину Мелхиседека. И об этом знали все священники. Было откровение для всех священников, что Давид является первосвященником, и он строил их, он указывал, как служить Богу и определял череды их служения. Создавался судно на перстнике, обслуживал только один предмет в сердце человека, это Урим и Тумим, наличие которых позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его Урима, который являлся образом Святого Духа, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его Тумима, образом которого являлось законодательство Бога, содержащее в себе свод всех заповедей и всех обетований Бога, посредством которых Бог совершал свои дела в древних днях. А посему судно на перстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ правового формата постоянной молитвы в устах правового ходатая, разумеется, дающий Богу юридическое основание выполнять свою волю на планете Земля как в человеках добрых, так и в человеках злых. Таким образом, молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного на перстника, не имела юридического права называться молитвой в устах правового ходатая, призванного Богом, с дерзновением входить во святилище, чтобы приступать к Богу. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном на перстнике первосвященника, дает нам право во Христе Иисусе входить во святилище как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующие интересы Его воли. Итак, порядок устройства судного на перстника определял и предписывал требования Духа и Истины, которым должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог и по сей час. Сердце Небесного Отца все еще не удовлетворено. Он еще не нашел достаточное количество своих детей в этом мире, которые бы искали Его в Духе и Истине. Очень много так называемых молитвенников и поклонников, но только они поклоняются ни в Духе и ни в Истине, потому что им неведома эта правовая высокая власть и достоинство. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иоанна 4, 23, 24. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник утрачивал свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в Духе истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыйности и в угоду своей корысти и своего лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе. Пишет апостол Павел, 2 Коринфянам, 2, 17. В Септуагенте так называется наш перевод. Судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством урима и тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. До сих пор неизвестно, были ли это камни, были ли это кусочки материи. До сих пор ни один из евреев и равенов не знает, что это за урим и тумим. Они знают назначение его и перевод, как они звучат, но они не знают, какие предметы в судном наперстнике их представляли, потому что наперстник был двойной. И вот внутри, между двумя кусками материи, содержались урим и тумим. Это было великой тайной. Навряд ли кто-либо ее знал, почему-то Дух Святой решил умолчать. Так что никто не знал об этом. Конечно, знал об этом первосвященник. Образ судного наперстника – это образ совести человека, очищенный от мертвых дел, на скрижалях которой в 12 именах патриархов запечатлен образ статуса правовой молитвы, соответствующий требованиям начальствующего учения Христова. Совесть человека, очищенной от мертвых дел, кровью Иисуса Христа, запечатленной на ее скрижалях истинной правды, исполненной силой Святого Духа, призвана была давать Богу юридическое основание и право реализовать в них и через них Его волю на планете Земля. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе и остановились на следующем требовании, которое гласит «И встав в него, то бишь в судный наперстник, оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд» – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. «Сих камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых, по именам их, на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен». Исход 28, 17, 21. Вот эти двенадцать требований, двенадцать судеб, заключенных в этих именах, должны быть вырезаны на скрижалях нашего сердца, как на печати. Разумеется, без помощи познания истины и силы Святого Духа, который ее открывает, это невозможно сделать. А это делает Бог через благовествуемое Слово, с которым мы призваны соработать. «А посему двенадцать золотых гнезд – это владычество начальствующего правления, содержащегося в учениях Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое обуславливало порядок Бога, который мы, как поклонники Бога, призваны представлять перед лицом Бога в правовом основании своей правовой молитвы. Двенадцать драгоценных камней, с вырезанными на них, как на печати именами сынов Израилевых, – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей собой совершенные суды Бога, содержащиеся в начальствующем учении Христовом. При этом, когда говорится суд, речь не идет о наказании. Суды Бога – это не наказание в первую очередь, а это констатация истины. Отсюда следует, что незолотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни. А драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. То есть иногда молитву, которую мы молимся, нужно, прежде чем молиться ею, нужно взять и подогнать вот эти драгоценные камни истины, чтобы они точно соответствовали Слову Божьему. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Умеет ожидать, не требует, молит и умеет ожидать в смирении. В определенном формате мы уже рассмотрели, что постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника, с которой мы, как воины молитвы, призваны приступать к Богу во Христе Иисусе, призвана соответствовать таким требованиям – быть неотступной, усердной, прилежной, зерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе или же молением на иных языках. Значимость судного наперстника на падении первосвященника как оружие войны молитвы призвана была давать Богу юридическое основание действовать на планете Земля и в первую очередь останавливать гнев Божий среди народа Божьего, когда он будет впадать в искушение смерти. Я напомню, как природу судного наперстника описал Соломон в данной ему Богом премудрости. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев, ибо непорочный муж поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитву и умилостивление кадильное. Он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Он победил истребителей не силою телесною и не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, воспомянув клятвы и заветы отцов. Ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других, он, став в средине, остановил гнев и пресек ему путь к живым. На падире, то есть на хитоне, его был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда. И величие твое на диадеме головы его этому уступил истребитель, и этого убоялся, ибо довольно было одного этого испытания гневного. Премудрости Соломона 18, 20-25. Устройство судного наперстника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе взращенного нами плода правды, в достоинстве плода древа жизни. Я со скорбью вспоминаю, когда я был ребенком, отроком, часто обращаясь к этому месту Священного Писания, люди ожидали, что они будут буквально ходить по золотым улицам буквального Иерусалима, буквально будут видеть древо жизни, приносящее 12 раз плоды и так далее. И когда я стал объяснять, я помню, как одна сестра, которая была со мной в дружбе, любила меня, она была намного старше меня, я ей почти во внуки годился, она с огорчением сказала, так что, мы не будем ходить по золотым улицам? А я сказал, по мне лучше ходить по зеленой травке, по теплой земле, видеть ручьи текущие и так далее, видеть зелень, видеть цветы, видеть цветы, вдыхать аромат этих цветов, ведь здесь говорится образно не об этом, она говорит, как жаль, как жаль, и эта сестра ушла, и больше она не дружила со мной, она ушла из церкви. то есть она считалась духовной и считалась себя духовной, что она хорошо знает Писание, она пророчествующим сосудом была, но как только она поняла, что Иерусалим должен быть в сердце, и она должна стать этим Иерусалимом, и она должна взрастить этот плод древа жизни, она с этим не согласилась, потому что слишком высокая цена, слишком высокие требования. Человек же чувствует в своем теле огонь греховных вожделений, и он прекрасно понимает, невозможно при этом огне принести плод древа жизни внутри себя. Он так думает, полагает, но Писание говорит, нет ничего невозможного для Бога, это человеком невозможно, но Богу все возможно. Он это делает в сердце человека, и потом через сердце человека, которое будет являться воротами, войдет в его тело и истребит державу смерти, и на месте этой державы смерти поставит державу воскресения. Но для этого надо взрастить плод древа жизни. Взращивание в своем сердце плода древа жизни это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в дом духовный, в священство святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет, это золотой ковчег завета. Точно так же и ифот первосвященника с судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега, это урим и тумим. То есть Бог хотел, чтобы мы не ходили постоянно, когда нам поклоняться надо в храм, а чтобы он был вместе с нами в нашем сердце, чтобы мы в 24 часа, в сутки могли общаться с Богом и чтобы там не было завесы, которая не дает возможности входить к Богу только один раз в год. Потому что как золотой ковчег завета, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Итак, урим и тумим на иврите означает свет и совершенство. Свет – это урим, то есть Святой Дух, совершенство. Тумим – это истина, которую открывает свет. Свет и право. Здесь тумим называется правом. То есть истина, Слово Божие является правом. Или откровение и истина. То есть тумим является истиной, а урим является откровением, открывающим значение этой истины. Так, например, десятословие внутри ковчега завета являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял тумим. А откровение Святого Духа, открывающее таинство тумима, которое человек мог получать над крышкой ковчега завета, в судном наперстнике представлял урим. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена была истина в достоинстве тумима. Всего, чего откровение Божие в предмете урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. Мы не раз с вами говорили, и я всякий раз, читая это место Священного Писания, буду повторять, что Бог никогда не будет вкладывать своей мудрости в глупое сердце. Своей мудрости в лице Святого Духа, как Господина нашей жизни. Он никогда не придет, как Господин нашей жизни, в наше сердце, если наше сердце будет глупым. Если там будут какие-то полуистины, человеческие откровения, постановления братских конклавов, которые не соответствуют истине учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, конечно, Он туда не придет. Но туда придет дух заблуждения, который будет представлять Духа Святого. И поэтому в таких церквах очень много так называемых сосудов. Они называют сосуд, это только тот, кто пророчествует. А вы не сосуд, потому что вы не пророчествующие. А Бог всех рассматривает сосудами и со всеми хочет разговаривать в сердце их, чтобы они могли слушать Бога в своем сердце, чтобы Бог мог их слышать и чтобы они могли услышать Бога в своем сердце. А посему содружество Тумима и Урима в сердце человека это слияние между собой двух форматов божественной мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть свойств, которым обладало сердце воина молитвы в первых шести драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить в исполнение свою волю в человеках на планете Земля. И остановились на рассматривании седьмого свойства. Седьмое свойство воина молитвы на судном наперстнике нашего сердца, через которое Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля, представлено в достоинстве драгоценного камня Яхонта, а именем, вырезанным на первом драгоценном камне судного наперстника, на третьем ряду, снизу, на скрижалях нашего сердца, служащего постоянной памятью пред Богом, являлось имя Гат. Не совсем иногда приятно звучит для славянского уха, но не для другого уха, только для славянского. Тем не менее, это имя на иврите означает очень возвышенные судьбы для нас. Это седьмой сын Иакова, имя которого означает «Счастливая судьба» или же «Благословенный удел от Господа». И зелфа служанка Лиина родила Якову сына и сказала Лия «Прибавилось» и нарекла ему имя Гат. Мы отметили, что натуральный Яхонт это разновидность рубина. Более тысячи лет Яхонт являлся одним из самых дорогих камней в мире. Их ценность была так высока, что некоторые из минералов получали даже собственные имена. Имя Бога, представленное в драгоценном Яхонте, по предположениям иудейского равената, на иврите означает «Элохим», что на русском языке будет означать «Бог крепкий, Бог сил, Бог творящий». Таким образом, чтобы мы, как воины молитвы, могли отвечать требованиям драгоценного Яхонта с именем Гада, необходимо, чтобы наша молитва была исполнена крепостью Бога сил, способной светить Бога так, чтобы в творчестве молитвы творить правду Бога. Второзаконие 33, 20, 21, благословение Моисея, которому он благословлял патриархов, то есть сыновей Иакова, а гаде сказал, благословен распространивший гада, он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток в оригинале начальства земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем. Начальство земли, то есть он избрал место, откуда происходит начальство над землею. А посему седьмой принцип, положенный в основании постоянной молитвы, с которым нам следует постоянно являться пред Богом, это функции, выраженные в нашей способности пребывать в пределах своего удела или же в пределах своего предназначения, в котором мы призваны исполнять суды правды Бога именем Господа сил. Это означает сработать с силою своей молитвы, с именем Бога сил, что поможет нам не спровергнуть силу ветхого человека с делами его, чтобы не думать о себе более, нежели должно думать. Когда люди думают о себе более, нежели должно думать, их участь уже предрешена, они будут в преисподней, они наследуют погибель, потому что они думают о себе более, нежели должно думать. очень важная мысль. И таким образом не позволять нарушать как межи своего удела и своей тени, а также не нарушать межи своего ближнего. Не разумея этих вещей и нарушая их, мы постоянно будем позволять нарушать как межи своего удела, а также постоянно будем нарушать межи удела своего ближнего. В силу чего мы никогда не сможем состояться войнами молитвы, которые в пределах своего удела призваны соработать силою своей молитвы с именем Бога сил, хотя и будем убеждать себя в обратном. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне. Псалом 67, 14, 15. Замечательное иносказание. Мы отметили, что серебро и золото, обуславливающие удел нашего предназначения в измерении нашего спасения в Боге, это образ нашего искупления от суетной жизни, переданной нам от Отцов кровью Креста Христова. Два крыла голубицы, покрытые серебром, это образ урима и тумима в сердце искупленного Богом человека, помышление которого находится во Христе Иисусе, который является их уделом. «Перья голубицы, покрытые золотом, это образ человека, находящегося под покровом и тенью всемогущего, которого представляет посланник Бога, представляющий Отцовство Бога. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Псалом 93,4. Видите, здесь представлены и перья, и два крыла. «Цари рассеянные Всевышним на земле – это образ освобождения нашего тела именем Господа сил от царствующего греха в нашем теле. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашей Богу в орудии праведности». Римлянам 6,23. То есть здесь речь идет не о том, что мы будем чувствовать, а о том, что мы должны знать. Вы должны знать, что вы умерли со Христом и воскресли со Христом. Это информация. Поэтому перестаньте чувствовать. Начните жить соответственно этой информации. И исповедуйте ее. И тогда ваши чувства пойдут за вами. А если вы будете ожидать, что «Ой, что-то со мной не так, что-то Господь меня оставил, что-то сквозняки задувает». Все. Люди начинают плакать, томиться, ходить. Вместо того, чтобы встать и начать благословлять Бога. Благословен Господь, сила моя и крепость моя. Как только вы начнете благодарить и говорить, кем для вас является Бог, ваши чувства сразу пойдут за вами. Вы же должны водить их, а не вас. Да коли вы будете водиться чувствами, достаточно. Бог перевел вас в иное измерение. Хватит. Царствующий грех – это жало смерти, которая в нашем теле стоит во главе всех царей греха. Это одно из имен ветхого человека, который является программным устройством для программы, обуславливающей греховную жизнь, переданную нам от отцов. Давид констатировал свое рождение в одном из своих псалмов так. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. Несмотря на то, что его родители были святыми людьми, тем не менее, они передали ему не только святое наследие, но и беззаконие. Он родился в беззаконии. И поэтому в нем пребывало, как и у нас, два человека, ветхий и новый, оба вечно сущностные, оба непримиримые, два врага между собою, которые рождует в одном теле. Сложно телу человека, когда в нем идет такая великая битва между царствующим грехом, который основался там и считает себя господином, и свое господство проявляет через интеллект человека, то есть через ум, который не был в смерти Господа и не воскрес, не стал обновленным. Когда мы раскинем свои шатры в пределах своего удела, которым являются предназначенные нам Богом обетования, которые мы примем в семени благовествуемого нам Слова и затем взрастим в плод правды, только тогда мы получим возможность открыть вечные двери своего сердца, чтобы Господь сил получил основание войти и рассеять в нашем теле всех царей греха во главе с царствующим грехом, которым является наш ветхий человек. И будем помнить, что под небесе, где пребывают сатанинские силы, это ополчение ветхого человека, царствующего греха. Не он им повинуется, они ему повинуются. Это страшно, и они служат этим ополчением. Именно поэтому в Отче наш мы молимся, избавь нас от этого лукавого. Мы сами с ним не справимся. Те бесы, которые на земле, нам дана власть наступать на них, но те в поднебесье, мы ничего не можем сделать с ними. Только силою Бога мы сможем не спровергнуть все поднебесье вместе с царствующим грехом в преисподнюю, силою закона духа жизни. Но вначале надо взрастить в своем сердце плод древа жизни. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. И в 10 стихе еще раз в этом псалме, 23 повторяется этот стих. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Мы знаем, что если какое-то место Священного Писания, да еще в одной главе или в одном псалме повторяется дважды, то здесь имеется в виду, что он возводится во вторую степень. Значимость его становится более великой, чем обыкновенная. Иногда Христос говорил «истина, говорю вам», а иногда Он говорил «истина, истина, говорю вам». И когда Он повторял «истина, истина», Он возводил во вторую степень значимость того события или того откровения, или того требования, которое Он представлял. А посему смысл этих таинственных слов перекликается со словами в книге «Откровение» Иоанна, Откровение 3,20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и Он со мною». Откровение 3,20. Это конек, на котором скачут евангелисты, которых Бог не посылал. Они таким образом это место Писания относят к людям, которые вообще еще... у них нет никаких дверей, чтобы туда стучать. Эту дверь нужно воссоздать еще, нужно родиться от Бога. Но это их право, они сами выбрали себе погибель, сами выбрали себе самовольное служение, пошли туда, куда Бог их не посылал, и делать то, что Бог не назначал им делать. Это обетование во царении Бога сил в земных телах адресовано истинным поклонникам Бога, которые призваны являться не только храмом Святого Духа, но и Царством Божиим в телах. Именно храмом Святого Духа в теле и Царством Божиим в теле. А посему точно так же, как Бог не будет вкладывать своей мудрости в глупое сердце, точно так же Бог не будет стучать в двери глупого сердца, которые не обложены кедровыми досками. Быть обложенными кедровыми досками означает получить способность быть оплодотворяемым семенем, благовествуемым во Слово о Царстве Небесном. При этом хочу напомнить, когда мы говорим, какие-то духовные вещи и образы, будьте осторожны, никогда не употребляйте их в суе. Просто так не употребляйте. Вы никогда не можете стучать в такие двери. Только Бог может стучать. Это относится к Богу и к человеку. И поэтому никогда не пользуйтесь этой фразой. Я не могу достучаться, потому что там, ну не знаю, есть у него кедровое сердце или кедровая дверь или нет. Я имею в виду, часто люди берут обороты вот эти и начинают в суе повторять их, не понимая, что они делают великий грех перед Господом. Они не Бог, чтобы стучаться в сердце. Только Бог может стучаться в сердце человека. А вы не можете туда стучать. Оно вам не принадлежит. Это собственность Бога и святыня Бога. Поэтому не нарушайте межи удела ближнего своего. Младенцы или же душевные люди не способны оплодотворять себя семенем благовествуемого слова о Царстве Небесном в силу того, что у них еще не сформирован духовный орган в достоинстве башни, благодаря которой они могли бы стать обладателями Тумима и Урима, дающими им способность и возможность слушать, что скажет Бог, а Богу слушать, что скажут они. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашою, когда будут свататься за нее, когда будут стучать в ее дверь? То есть, что делать, если вдруг сватов пошлют? То есть, сватов пошлют, но они же не будут стучать в эту дверь. Сваты придут точно в определенное Богом время. Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Серебро – это законченное искупление, образ искупления. И если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. И тогда та, которая слышит, что они волнуются и переживают за сестру, на которой невозможно построить палаты из серебра, и у которой нет двери, потому что если бы она была дверь, то есть она еще не дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Тогда та говорит, слушайте, вы не туда обращаетесь. Я стена и сосы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Песни 8, 8, 10. Во-вторых, младенцы или же душевные люди не имеют Духа Божия, хотя крещены Духом Святым и говорят на иных языках, потому что это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие Духа. А вы возлюблены, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Иуды 1, 19, 21. Интересно, что в греческом оригинале вот это место, молясь Духом Святым, молясь с Духом Святым, смысл. Вы не можете молиться Духом Святым. Никак. Вы можете молиться с Духом Святым. Но молиться Духом Святым, это вообще... Вот как я буду молиться тобою? Ну как я буду молиться? Молиться Богом, молиться Христом. Вообще, эта фраза, видите, видите, как перевод. Дело в том, что нету там, как мы с вами говорили, в греческом языке «с», «через», «и», «под», «над» нету вот таких предлогов. У них есть только слова. И вот иногда переводчики ставят неверный предлог, а иногда просто переводят прямо, не ставят предлога. Но ведь на русский язык перевели. Там, допустим, ясно, о чем идет речь, а вы должны поставить здесь предлог, молясь с Духом Святым. Тогда ваша молитва будет в силе, она будет действенной, два свидетеля. Когда вы один обращаетесь, Бог вас не слушает. Он слушает вашу молитву только в силе Святого Духа, а поэтому надо молиться с Духом Святым. А Дух Святой всегда присоединяется к вам, когда вы молитесь в соответствии воли Божией на основании истины. Если вы молитесь не на основании истины, Дух Святой молчит. Вы можете молиться на иных языках, но Дух Святой не присоединится к вам, Потому что молитва на иных языках – это не молитва Духом Святым. Она может быть с Духом Святым, но не может быть Духом Святым. Когда мой Дух молится, это не Дух Святой молится, это мой Дух молится, получив дарование, обращаться к Богу на ангельском языке, чтобы мой ум не понимал и не лез туда, а чтобы смиренно преклонился и ожидал, что мой Дух откроет ему, тем и будет довольствоваться. Но довольствоваться может только обновленный ум человека. Необновленный ум человека, он считает, что он молится Духом Святым, и что говорение на иных языках – это и есть Дух Святой, и что это самая правильная молитва. И поэтому не нужно молиться умом, а нужно молиться только Духом. А Писание говорит, буду молиться Духом, буду молиться и умом. И когда, говорит, буду молиться Духом, имеется в виду своим Духом. Далее. Младенцы или же душевные люди не способны отличать голос человека, поставленного Богом, от человека, поставленного людьми. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Ефесянам 4.14. То есть младенцы всегда слушают всех. Они находятся на просторе интернета. Сегодня это возможно. Раньше это невозможно было. То книгу, то где-то, то какой-то брат приехал. А сейчас это все на просторах интернета находятся. В Ютубе. Что по этому поводу говорят другие проповедники? Каких-то проповедников они, то есть в ранг генералов Божиих, возвели. А на самом деле это вообще не генералы Божии. Это вообще эмиссары сатаны. Какие они генералы? Кеннет Копленд назывался генералом Божиим. Он проповедовал о деньгах и говорил, деньги идите ко мне, деньги идите ко мне. А потом, наконец, ему это надоело, плюнул на пятидесятничество и ушел в католики. Этот генерал Божий. Так поступили и многие, которых называют генералами, сегодняшними генералами. Да и прошлых генералов называли генералами, на поверку они оказались не генералами. Потому что генерал Божий – это апостол, это пророк, это учитель в одном флаконе. Душевный человек. Это я дальше уже иду. Младенцы или душевные люди не способны сопрягать духовное с духовным, а посему противятся всему тому, что исходит от Духа Божия и почитают все безумием. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Он душевен. У него нет еще обновленного ума, и его дух еще не возрос в полную меру возраста Христова. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2, 14-16. Когда апостол Павел говорит, а мы имеем ум Христов, это значит, мы можем судить мысли Бога, давать правильную оценку. Судить – это давать оценку, давать правильную оценку направлению мысли Небесного Отца. В пятых, совесть младенцев или душевных людей еще не очищена от мертвых дел, в силу чего они не способны и не могут приносить плод Богу, чтобы возвышаться, подобно кедру наливания. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания. Насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 13, 16. Они еще не могут свести, потому что для них доброе дело, они рассматривают доброе дело не то, что их Бог послал. Для них доброе дело – это сделать любому. Доброе дело, они считают это доброе дело. Забывая, что написано, мы не имеем права благотворить богатым людям. Это будет грех. Они и так богаты. Нам надо благотворить бедным. То есть, опять, когда слово говорит «бедные», то оно говорит, что в первую очередь категория бедных – это церковь Иисуса Христа. Благотворите в первую очередь друг другу. Нет, они начинают благотворить нищим этого мира. Вы помните, как Христос отнесся, когда Ему сказали, что это мир, о котором возлили на Ню, можно было нищим продать. А Он сказал нищих всегда иметь с собой, можете им благотворить, а Меня не всегда. В Писании слово «бедная» в первую очередь – это церковь. Бедная, бросаемая бурью, безутешная. Он о ней говорит, что она бедная. Бедная – это значит «нищая духом». Это значит, она беззащитная. Она не может ни на кого надеяться и уповать, кроме как на Бога, и только Бог может ее защищать. Это люди, нищие духом. Вот о чем Он говорит бедным. Вот этим благотворите. Шестых младенцев лежат душевные люди, еще не устроены в жилище Бога и в храм Святого Духа, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть, они еще не устроили себя в жилище Бога, а поэтому там нет еще и жертвенника, на котором можно было бы возносить правовые молитвы. И построил Соломон храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. Третье. САС 6, 9. То есть, это значит творить правду. Обшить кедровыми досками – это творить правду. Это тогда, когда наше оправдание переходит в достоинство и в качество праведности. Вечными дверями, через которые Господь сел, как Царь славы, признан войти, чтобы воцарить в нашем земном теле свое воскресение, является образ нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Новый человек является вечными дверями. Верх и врат, служащий запором для дверей вечных, замок для вечных дверей, запирает их. Это образ нашего мышления, обновленного духом нашего ума. Потому что все, что будет делать новый человек, он будет делать через обновленный ум. Только через обновленный ум. Поэтому это запоры. И поэтому, говорится, вначале отворитесь запоры. Когда запоры будут отворены, и тогда двери могут открыться. А посему поднять верх и врат, которые служат запором для дверей вечных, чтобы получить возможность поднять двери вечные, это соработа нашего обновленного ума с нашим новым человеком. В результате соработы нашего обновленного ума с нашим сердцем, Господь в силу в лице Святого Духа получает основание войти в наши тела, чтобы воцарить воскресение Христово, чтобы разрушить и уничтожить державу смерти и устроить там державу воскресения. А посему полночный крик, жених идет, выходите навстречу ему и голос, поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, адресован к тем святым, которые обладают способностью соработать своим обновленным умом со своим мудрым сердцем. Если человек не совлек в себе ветхого человека с делами его и не обновил свое мышление духом своего ума, он является младенцем во Христе и с ним невозможно говорить как с духовным. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Хотя он сказал, у вас нет никакого недостатка ни в каком даровании. То есть они и изгоняли бесов, они и многие чудеса творили, они упражняли все дары Святого Духа и Дух Святой давал им такую возможность. Но он сказал, тем не менее, вы плотские. Не делает это духовным человеком ни изгнание бесов, ни практика даров Духа Святого не делает человека духовным. Прежде чем мы сможем соработать своим обновленным умом с праведностью и мудростью нашего чистого и мудрого сердца, чтобы поднять верхи наших врат и поднять двери вечные, нам необходимо будет затратить все имеющиеся у нас усилия, чтобы выполнить ряд условий, связанных с оставлением младенчества. Это хорошо высказано в одном из псалмов Давида. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и всеживущая в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его?» «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род, ищущих его, ищущих лица твоего, Божия Иакова». Псалом 23, 1, 1, 6. Мы с вами отметили, что речь идет о такой земле и о такой вселенной, которая находится в телах человеков, на которых имеется гора Господня, представляющая в их сердцах место поклонения в духе и истине, или же совесть, очищенную от мертвых дел. Таким образом, основание нашей земли, нашей вселенной и всех живущих на ней, на морях, в лице всех святых, относящихся к избранному Богом остатку, это наше основание и наша жизнь, основанная на премудрости Божией. В то время как утверждение на реках это образ нашего утверждения на вере Божией. Река – это всегда движение веры Божией, образ движения веры Божией. Взойти на гору Господню и стать на святом месте Его – это войти сквозь тесные врата, чтобы иметь причастие к сынам мира, которые водятся святым духом. А посему, чтобы взойти на гору Господню и приступить к Богу на святом месте Его, то есть с позиции чистой совести, нам необходимо было выполнить четыре условия, чтобы наши руки были неповинны, чтобы наше сердце было чисто, чтобы не клясться душой своей напрасно и чтобы не божиться ложно. Мы отметили, что наши руки становятся повинными, когда мы ненавидим наших братьев из-за возникшей к ним зависти и обиды. Ненависть – это и есть кровопролитие. Человека – убийство. Наше сердце становится нечистым и будет оставаться нечистым, доколе мы не очистим совесть нашу от мертвых дел. Клясться душой своей напрасно – это напрасно затрачивать силы своей души на то, что не насыщает наш возрожденный от Бога дух. Не божиться ложно – это не произносить имени Господа Бога своего напрасно или же праздное незаконно. Напрасные или же праздные слова – это слова, которые не являются верой нашего сердца. в силу чего произносятся незаконно. Да, это обетование Божие, но не в сердце, а здесь. И я беру и говорю, Господи, Твое слово говорит. А мне надо говорить, Господи, я принял верою в мое сердце Твое слово. Это вера в мое сердце. Я приношу Тебе веру в моего сердца. И начинайте провозглашать, кем для вас является Бог на вашем сердце. Когда эти четыре повеления посредством сработы наших сил с именем Бога силы, наши силы находятся в постоянной молитве, будут исполнены, у нас появится юридическое право поднять двери вечные, чтобы Святой Дух в статусе Бога сил мог войти в наши земные тела и воцарить воскресение Христово в наших телах, а также облечь наши тела в воскресении Христово. Глагол «поднимать» «поднимите врата верхи ваши, поднимите двери вечные» на иврите имеет семь таких оттенков интересных. Это нести на крыльях молитвы, содержать сразу или же бодрствовать в молитве, прощать и навлекать на себя вину, восклонить свою голову, взирать на невидимое воздаяние и быть приготовленным, чтобы открыть вход для Господа сил. Чтобы мы в поднятии вечных дверей своего сердца, которые являются дверями правды, могли сработать силою своей постоянной молитвы, силою, с именем Бога сил, и таким образом получить способность услышать глаз Господа, стучащегося в двери нашего сердца, и поднять их, чтобы впустить в свое сердце Святого Духа, как Господина своей жизни, чтобы Он, как Господь сил, получил в нашем теле юридическое основание воцарить воскресение Христово и облечь наши тела в воскресении Христово, мы стали рассматривать действия глагола «поднимать» в имеющихся шести составляющих. При этом следует иметь в виду, что совокупность этих составляющих преследует одну цель, в которой каждая составляющая при содействии друг с другом исполняет свою роль. В определенном формате мы уже рассмотрели первые пять составляющих, а посему обратимся сразу к шестой составляющей. Шестая составляющая – в сработе наших молитв с именем Бога сил, чтобы отворить двери нашего сердца на повелевающий глаз Господа. Это быть приготовленным к ожиданию возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Ивангел Луки 12, 36-40. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Блажены рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блажены рабы те». Обратите внимание, Он приходит, но Он их не забрал еще. Он пришел и ушел, пришел и ушел. Придет во вторую стражу, найдет хорошо, и в третью придет хорошо. «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Исходя из вышесказанного, соработа наших молитв с именем Бога сил, это сила нашей постоянной молитвы, творящейся по воле Бога в соответствии требований, соответствующих знамению времени возвращения Господина своего с брака, что дает Богу юридическое основание задействовать свою силу, чтобы войти через двери нашего сердца в наши земные тела и исполнить данные нам обитования, связанные с преддверием надежды. Вы знаете, что брак будет на земле, не на небесах, и он происходит на земле. Брак – это когда вы слышите учение о Царстве Божием, которое дает вам возможность воцарить воскресение Христова в своих телах. Вот когда вы слышите это, и когда вот это закончится, и вы это все поймете, брак закончен. Когда Бог увидит, что то, что вы услышали, приняли в сердце, усвоили и стали исповедовать, брак закончится. И тогда он придет с брака и тогда постучит. Вот здесь об этом говорится. Потому что, повторяю, из этого вышесказанного, как мы сказали, соработа наших молитв с именем Бога сил – это наша постоянная молитва, которая творится в соответствии требований знамений времени. Возвращение Господина своего с брака, что дает Богу юридическое основание задействовать свою силу, чтобы войти через двери нашего сердца в наши земные тела и исполнить данные нам обетования, связанные с преддверием нашей надежды. Потому что принятие в свое сердце обетования для нашего тела, относящегося к преддверию нашей надежды, является уникальным знамением, которое является свидетельством, что мы угодили Богу, дающим нам гарантии на сретение с Господом на облаках. А почему, чтобы наша молитва имела успех и обращала на себя благоволение Бога, весьма важно знать, как, когда, при каких обстоятельствах следует соработать силу из своей молитвы с именем Бога сил в вопросе ожидания Господина своего с брака. Если человек не ожидает Господина своего с брака в ожидании обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, то есть ожидать Господина своего с брака, это ожидать исполнения обетования, относящегося к преддверию нашей надежды. Такой человек не сможет услышать голоса Господина, повелевающего открыть двери сердца, чтобы Господь сил воцарил в его теле воскресения Христова. Потому что быть готовым открыть двери сердца для Господа сил это ожидать возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему, чтобы он мог войти через двери сердца и воцарить воскресение Сына Своего в наших телах. И такое состояние сердца определяется в данном иносказании, как бодрствование в молитве, в которой человек бодрствует у дверей своего сердца или же хранит себя неосверненным от мира, чтобы не пропустить в свое сердце врага в лице какой-либо мятежной мысли. Само же бодрствование в молитве определяется весело горящим светильником, в то время как царствующий грех в нашем теле в лице нашего ветхого человека подвергается гневу Бога, исходящему от закона греха и смерти. Когда идет пир, в это время царствующий грех подвергается гневу Божьему в теле человека, потому что вы же слышите обетование, принадлежащее вам, которое вы можете получить через имя Господа сил. И когда вы это слышите, то ветхий человек в лице царствующего греха подвергается гневу Божьему. Вот посмотрите, как это выразил Давид. То есть вот в этой песне, это все песни почти его иносказания, редко, где есть прямой смысл, везде иносказания. Вот эта песня потрясающая тем, что она говорит о том, что когда человек находится на перу, слышит обетование о преддверии своей надежды, и в это время гнев Божий одновременно изливается на царствующий грех в теле человека. Господи, Божий сил, Псалом 79, 5,20, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего, Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Божий сил, обрати же, призри с небес и воззри и посети виноград сей, Господи, Божий сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое и спасемся. Вы видите, только тогда, когда лицо Божье начнет сиять, мы можем получить спасение. Здесь он говорит о гневе. Гнев Божий изливается в теле на царствующий грех. И в это время, когда гнев изливается, то Бог не может воспринимать молитвы народа Божьего, потому что они не соответствуют эталону воли Божьей. И он говорит, доколе будешь гневен к молитвам нашим. То есть восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Восстановить это значит дать возможность понять, что тело человека в земном измерении может быть освобождено от закона греха и смерти или же от царствующего греха. Вот о чем он здесь говорил. Дело в том, что в ветхозаветную эпоху часы заката до восхода солнца, согласно военному обычаю, делились на три стражи, в которые воины обязаны были бодрствовать, чтобы поднять армию по тревоге, если враг попытается проникнуть в расположение военного лагеря ночью. В эпоху уже Нового Завета три стражи были заменены греческо-римским делением на четыре стражи ночи. Христос исходил из этих вещей, когда говорил свои притчи. Это вечер, полночь, пение петухов и утро или же предрассветная мгла. Вот так делилась ночь на четыре стражи. А посему, когда в данной притче Господин приходит во вторую и в третью стражу ночи, чтобы проверить бодрствует и стражу дверей своего сердца, чтобы определить готовность ожидания Господина своего с брака, то это соответствует третьей и четвертой страже ночи, то есть пению петухов и предрассветной мгле. Таким образом, первая и вторая стража ночи, это время, когда задремали все и уснули. Третья стража ночи, это время, когда раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему, а он идет уже с брака. Четвертая стража ночи, Бог обязался исполнить в жизни своих поклонников, бодрствующих в молитве обетования, относящиеся к преддверию их надежды, состоящие в том, чтобы законом духа жизни освободить их тела от закона греха и смерти. И такое освобождение содержится в словах, он припояшется и посадит их и, подходя, станет служить им. Эта фраза говорит об успокоении после тех катастрофических событий, происшедших в теле человека, в которых закон духа жизни во Христе Иисусе освободил земные тела истинных поклонников Бога от закона греха и смерти. Образ этого освобождения представлен в событии, происшедшем с учениками, находящимися в лодке во время разбушевавшейся стихии Галилейского моря. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Обратите внимание, сильная буря, море волнуется, лодку заливает волнами. Четвертая стража ночи, предрассветная не обмгла, скоро будет утро. Ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. То есть, представляете, когда мужчины в лодке от страха начинают кричать. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но потом свел взор с Иисуса и посмотрел на ветер, на волны. Написано, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Внимание! И когда вошли они в лодку, ветер утих. Катастрофа прошла. Бывшие в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. То есть, они знали, что он Сын Божий, но здесь они как-то по-другому это увидели. Здесь ясно, в этом событии представлена притча. То есть, мы видим притчу, которая с событием перекликается. мы должны понимать, что записаны только те события, которые представлены нам в образе. Событий было очень много, миру к них не вместить, но были записаны только те Святым Духом, которые можно взять как образ. Потому что само событие по себе, если мы прочитаем и не можем его принять к себе, в духовном смысле не имеет никакого значения, ценности никакой не будет иметь. Простая информация, которую мы не можем применить к себе, не имеет ценности. Но здесь говорится именно о том, что он придет во вторую и в третью или же в четвертую стражу ночи и найдет их там. Истинно говорю вам, припаяшется и станет служить им, а не успокоится. И здесь говорится об этой буре, которая является вот этим прообразом катастрофических событий, которые происходят в нашем теле. Разумеется, они обрушаются на царствующий грех, но тем не менее это же все в теле происходит и наши тела реагируют на это. Они реагируют на это, наши тела. Поэтому в наших телах появляются определенные виды немощи, болезней, еще каких-то случайностей. Мы начинаем искать, где мы согрешили. А если не согрешили, Господи, что такое творится? Мы стоим на истине, а вот что с нами творится? то вот мы здесь увидим, что это сильная буря, а он приходит и смотрит, ты бодрствуешь или нет. Вот он придет во вторую, в третью, сразу, но отчасти найдет бодрствующими, только тогда он припояжется и станет служить. И вот здесь мы видим, что он приходит, они видят, пугаются, думают, дух, можешь, если это ты, дай мне пойти по воде. И вдруг, я думаю, некоторые из вас испытали, когда Бог давал вам идти сквозь разъяренную стихию, и вы чувствовали покой, когда взирали, кем является для вас Бог и что сделал на вас Бог. Но потом снова обращали внимание, ой, коли той боли, той врач сказал, ой, врач приписал, и все, и опять затрусились. Вы знаете, врач сказал, что вот мне уже все. Я говорю, да, а кто такой врач? А вы посмотрите, что Христос сказал. Если будешь веровать, если будешь смотреть, то есть, почему некоторые из наших людей умирают? Почему сестра Тоня умерла? Приехала к ней дочка и стала ей говорить совершенно другое, не то, что здесь говорилось. Она пришла мне и говорит, вот дочка, как вы думаете, она точно так же говорит, у них точно так же, она говорит, что у нас точно так же, как и у вас. Я говорю, сестра Тоня, вы что, ничего подобного? Ваша дочь в заблуждении вместе с вашим зятем. Они вообще не имеют никакого отношения. А то, что они говорят, это только не говорят. Они нас ненавидят, они нас считают еретиками. Но она уже ухо открыла. И вот, когда она это только открыла ухо, она резко заболела и умерла. Потому что увидела сильные волны, увидела вот эту стихию, вот все, и она уже не могла смотреть на эти обетования с радостью и верою. Она увидела эти волны. Хорошо, однако, прежде чем мы закончим рассматривание имеющейся составляющей в сработе наших молитв с именем Бога сил, я хотел бы обратиться к эталону молитвы, в которой мы призваны бодрствовать в ожидании исполнения обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, в котором мы должны быть подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Господи, как вожделены жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, жила и во дворы Твои. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Жилища Господа сил. Это местописание записано в Псалме, но я буду читать этот Псалом местами, то есть стих, и приносить некоторые истолкования, чтобы вы могли понять. Сейчас я не буду обращаться к нему, давайте возьмем первое место. Как вожделено жилища Твои, Господи, сил? Истомилась душа моя, жила и во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Жилище Господа сил. Это обетование Бога, пребывающее в сердце человека. Бог живет в своих обетованиях, потому что Его обетование это Его слово, изошедшее из Его уст. Если наше сердце не будет наполнено обетованиями Бога, на которые мы могли бы взирать в ожидании их исполнения, то оно никогда не сможет сделаться жилищем Бога сил. А посему отделить жилища Бога сил от обетований Бога невозможно. Таким образом, обетования Бога, в которых живет Бог, настолько становится вожделенными для нашего сердца, что даже и наша плоть начинает и может восторгаться к Богу живому вместе с нашим сердцем. Вы представляете, что получается, если мы будем смотреть вот на эти жилища Бога сил, на эти обетования, то не только наш дух, но и наше тело начнет восторгаться, потому что тело будет слышать это. Когда тело слышит, оно тоже начинает восторгаться. Скажите вашему телу, что вы завтра будете поститься и тело запаникует и моментально сильно захотите есть. А когда встанете утром за какими-то делами забыли поесть, бывает до вечера, потом голова кружится что-то. Слушай, я сегодня еще не ела, а тело и панику не било, потому что мы же ему не объявляли, что мы тебя сегодня не покормим. Оно все ждет, сейчас будет завтрак. А вот это, ну ничего, тело ждет, оно не паникует, потому что вы не сказали, что вы не дадите ему кушать. Но как только вы говорите, оно паникует. А когда вы ему говорите, что скоро, близко уже, скоро, скоро ты будешь свободна от болезни, скоро придет полное исцеление, скоро придет радость, ты не будешь больше терзаться в этом. Бог обновит тебя всего, тело, слушай, успокойся, обращайтесь к системам тела. Видите, Давид здесь говорит, даже и плоть моя начинает восторгаться к Богу живому. Дальше говорится, мы можем выполнить, для этого, чтобы вот так происходило, чтобы наше и тело восторгалось нашим духом, нужно выполнить одно условие, принять через благовествуемое слово семя обетования для нашего земного тела, относящихся к преддверию нашей надежды. Дальше Давид пишет, «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить тенцов своих у алтарей твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Вы вот это в доме твоем заменяете блаженны живущие в обетованиях Бога, в Слове Божьем. Разумеется, речь идет о наших мыслях, выраженных в наших молитвах, которые являются жертвой на алтарях Господа сил. Потому что, ну представьте себе, никакая ласточка, никакая птичка не сможет залететь в алтарь жертвенника кодильного. Туда ни комар не может пролететь, ничего туда не может пройти. Там было все четко закрыто так, что ничто туда проникнуть не может. А он говорит, и птичка, и ласточка находит гнездо себе, где положить птенцов у алтарей твоих, то есть у твоих жертвенников. И мы понимаем, что речь идет о тех мыслях, которые мы, мысли об обетованиях Божьих, вот эти мысли, когда мы, мы их ложим, мы их приносим на алтаре кодильном. Мы приносим эти обетования к Богу и начинаем благодарить Бога. Это и есть, что наша ласточка или наши птицы находят место на алтаре, чтобы гнездо положить, чтобы там вывезти птенцов своих. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Стези в сердце, направленные к Богу, это пути в сердце человека, ведущие его к Богу. И такими путями в сердце человека являются пути заповедей и уставов Господних, которые мы можем разуметь не иначе, как только через благовествуемое слово посланников Бога. А посему наша сила может быть в Боге, если мы следуем за голосом человека, представляющего для нас отцовство Бога. Долина плача, в которой открываются источники, которую дождь покрывает благословением, это выражение нашего смирения, которое обуславливает состояние нашего сердца, в котором испытывается наша вера в предлежащее нам благословение или же обетование. Фраза приходит от силы в силу имеет такой смысл, обозревая и исследуя возможности Бога сил, в которых Он исполняет Своё Слово, они получают основание облекаться в силу Бога. Господи, Боже, силу слыши, молитву мою внемли, Божий Иаковлев, Божий защитник наш, приникни и презри на лице помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Обличение в имя Бога сил в лице Святого Духа дает автору право апеллировать в своей молитве к имени Бога Иаковлева и затем к имени Бога защитник, чтобы Бог приник и презрел на лице своего помазанника, потому что для него один день во дворах Бога лучше тысячи, и он желает лучше быть у порога в Доме Божием, признавая над собою власть человека, посланного Богом, нежели жить в шатрах нечестия, попирая эту власть и глумясь над этой властью. Не имея причастности к имени Бога Иаковлева и к имени Бога защитник посредством силы Святого Духа, у нас не будет никакого юридического права обрести благоволение Бога, чтобы он презрел на наше лицо, как на лицо своего помазанника. Имя Бога Иаковлева содержит в себе владычественный порядок Бога в судьбах 12 славных имен сыновей Израилевых, написанных на 12 жемчужных воротах Нового Иерусалима и на 12 драгоценных камнях судного наперстника, представляющего в нашем сердце начальство учения Христова. А посему апеллировать своей молитвой к имени Богу Иакова это апеллировать к обетованиям пребывающим и содержащимся в нашем сердце в начальстве учения Христова. Имя Богозащитник на иврите звучит как Эль-Шадай или же материнская грудь, что на русском языке переведено как Бог Всемогущий. При этом следует иметь в виду, что когда Бог говорит о себе, что Он Бог Всемогущий, то Он имеет в виду, что Он может исполнить всякое слово, исходящее из Его уст. Не из уст любого человека, если ты всемогущий, сделай то и то. Это Он даже не слышит. Он может исполнить все то, что Он скажет. А посему апеллировать в своей молитве к имени Бога Всемогущего, это апеллировать к защите Бога в Его словах о горе Сионе в лице избранного Богом остатка, который в лице Сары приходится матерью, вскормившей своим грудным молоком всех верующих. «Если если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1,6,7 «Мать всех верующих». Вот, «Я Бог всемогущий». Здесь себя Бог называет матерью всех верующих, не просто матерью, Он называет себя грудью, материнской грудью. «Я твоя материнская грудь». Эль Шаддай. Глагол «очищать» означает «освящать», «почитать святым или посвященным Богу», «быть отделенным от непосвященных Богу», «быть назареем», «растить волосы», «предохранять себя от вина и секеры» и «от прикосновения к мертвому». Разумеется, что цель, которую преследует Бог в очищении нашего естества от греха кровью Креста Христова состоит в том, чтобы обратить наше тело из державы смерти в державу жизни вечной. Я хотел посмотреть на одно из обетований, но наше время вышло, которое показывает, как это будет происходить. Я надеюсь, что мы это сделаем, если нам Бог позволит на следующем богослужении, а сейчас склоним наше колено, кому невозможно наши головы в молитве, и будем благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь с большим удовольствием поклоняюсь вместе со святым народом Твоим на месте всем, которые очертила Десниса Твоя для поклонения святому имени Твоему, славить, трепетать пред словом Твоим, радоваться обетованиям Твоим, как человеку, получившему великую прибыль. Никакие богатства мира не могут стать рядом с теми обетованиями, которые мы сегодня имеем от Тебя. Благодарим Тебя за это богатство, за это обетование, которое Ты обещал в преддверии нашей надежды, уничтожить державу тления и смерти в нашем теле, чтобы она с шумом не зверглась в преисподнюю в лице нашего ветхого человека и воцарить воскресение Христово в наших телах, соорудить державу жизни вечной. Мы смотрим на эти обетования нашим духовным взором, мы сосредотачиваем наши мысли на этом, мы постоянно благодарим Тебя за это и называем несуществующее как существующее по повелению Твоему. И мы благодарим Тебя, что Ты не сможешь оставить нас в таком состоянии, Ты обязательно придешь и даже если Ты замедлишь, то только для того, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к совершенству в Сыне Твоем Иисусе Христе. Да будет благословенно милость Твоя в обетованиях Твоих для народа Твоего отныне и вовеки. Да облечется наследие Твое в обетования Твои в лице Своего нового человека. Да сделается наше сердце сокровищницей Твоих обетований, а не кладбищем, на которое люди приходят и плачут, что там в вечности после смерти они наследуют эти обетования, не полагая, что эти обетования в вечности не нужны. Они необходимы здесь. А посему я молю Тебя отче неба и земли. Ты знаешь сердца народа Твоего те, которые искренне ищут Тебя. Ты можешь донести это слово до них. У тебя есть достаточно средств и возможностей, чтобы они могли услышать это богатство и сию премудрость, чтобы облечься в эти обетования, чтобы приготовить себя, когда Ты придешь с брака и постучишься в двери, чтобы они могли открыть свою дверь и впустить Тебя в свое тело, чтобы Ты разрушил державу смерти и воцарил державу жизни. Славлю имя Твое святое, благодарю Тебя и поклоняюсь вместе с народом Твоим. Великий Бог, Отец и Дух Святой, Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Слава и Продолжение следует...